вопросов про внедрение блокчейн в банковскую систему но тут мне кажется нужно на еще на пальцах кому-то объяснить что это такое например мне хотя это пытались сделать уже ваши коллеги но тем не менее я думаю что у людей тоже много вопросов вы много об этом говорите об этом сейчас все много говорят как это будет выглядеть банковской системе конкретно в сбербанке во первых сегодня нужно сказать о том что эти технологии пока очень несовершенны и потребуются еще годы на то чтобы их привести в состоянии массового использования использовать их очень можно очень по-разному и первое использование всем всем известно это криптовалюты но в нашей стране с этим плохо это отдельный вопрос потом тоже про это криптовалюта у нас умерла не родившись все что касается возможности использования так называемых дистрибутивных технологий я вижу за ними будущее сама идея гениальная сама технологии абсолютно простая но она конечно для того чтобы использоваться в банковском секторе который подразумевает очень высокий уровень надежности конечно пройдут еще годы я не думаю что это много лет но я думаю два-три года для массового применения технологии технологии тот срок который минимально необходим где они будут использоваться знаете сейчас начну перечитать где они потенциально могут использоваться мне хватит просто времени это взрывная технология 1s disruptive technologies которые перевернут очень многие сферы и здесь как любой другой области вот такой подрывной можно либо находиться в стороне а потом покупать это еще и за большие деньги либо все-таки находиться в стане пионеров и пытаться развивать это у себя в стороне создавать для этого условия целый ряд стран сейчас создают уникальные условия для развития блокчейн технологий и они уже переворачивают у себя целую целые сферы услуг в том числе государственных услуг есть страны которые на это пока смотрят со стороны вот мы пока имеется как страна на все это смотрим еще со стороны но вы как сбербанк и вы как герман греф я так понимаю что как раз таки присматриваетесь к этому очень пристально но мы мы дома у нас есть подразделение уже мы создали небольшое подразделение которое занимается исследованием практических аспектов применения блокчейн и в общем здесь один из таких очень ярких людей которые очень серьезно развил эту технологию является русским происхождению виталий батарина буквально наверно месяц назад был здесь мы с ним или переговор на тему сотрудничать сотрудничество дальнейшего очень симпатичный человек очень симпатичная команда у них и я думаю что мы будем стараться всячески не выпускать парман пальму первенства из рук это касается не только сбербанка но и страны как таковой потому что на мой взгляд дистрибутивные технологии они не останется ни одной области которой бы они не коснулись это как интернет знаете вот везде начиная от государственной службы во всех отраслях всех видов бизнеса тем более сфера услуг это радикально меняет подхода просто в двух словах для конечного потребителя в чем это будет проявляться отсутствие посредников и резкое снижение стоимости всех видов услуг москва как вы оцениваете перспективность криптовалюты как вообще к ним относитесь биткоины и так далее если у вас может быть вклады в биткоинах ну я уже говорил у меня есть какое-то количество биткоинов но я отнасил и отношусь к этому как к очень перспективному технологическому чуду и я вижу громадные перспективы как у технологии так и у криптовалют мне кажется что совсем не здорово запрещать эксперименты с этим я не думаю что мир готов к тому чтобы сейчас массово разрешить хождение криптовалюты мая массово использовать но то что нужно позволять людям экспериментировать и если мы до конца не понимаем чего-то то точно нужно сначала понять все позитивные и негативные аспекты этого но иначе кроме как экспериментальным путем это сделать нельзя а запретив но мне кажется что это не очень удачная история